Родился в городе Сухум в 1961 году, 13 января, на праздник Хичхам. Отец мой занимал должность министра просвещения. Мама в то время была студенткой. В дальнейшем она преподавала русский язык и литературу в школе, а затем преподавала в нашем педагогическом институте зарубежную литературу. Ну, отец, после того, как был министром, он был назначен ректором пединститута. Затем он фактически до конца жизни возглавлял кафедру педагогики и психологии. Он был доктор наук, профессор, очень много трудов, публикаций. Младший брат, он закончил наш университет, он экономист, работал на галантерейной фабрике, затем ушел в бизнес. Сыну 16, дочери 13, учится в 10-й школе. Ну, вот это семья. Учился в 10-й средней школе. С 1-го по 10-й класс в классе А. Много моих одноклассников являются людьми такими известными в Абхазии. Например, вот недавно постановку делал в русском театре Ад Груковь. Это мой одноклассник. Ах, Рабжане, депутат бывшего парламента. Два наших одноклассника погибли во время войны. Один из них — герой Абхазии, Кайквискири Тенгиз. Какой лаша когония. Аслан Квицинья — наш одноклассник, кавалер ордена Леона. Он почти в первые дни войны получил тяжелое ранение. Герой Абхазии — Тимур Зонтарь. Он возглавляет фонд инвалидов. Тоже мой одноклассник. Так что класс у нас был такой, достаточно такой интересный. Честно говоря, с раннего детства мечтал стать военным. Даже уже в старших классах, в тайне от родителей, я выписал программки Рязанского высшего десантного училища. И готовился поступать туда. Ну а потом тайное стало явным. Отец был категорически против этого. Ну а я был послушным сыном. В итоге поступил в Сухомский институт субтропического хозяйства. Закончил в 83-м году с диплом инженера-технолога. Вот. И был направлен на работу в Лыхинскую чайную фабрику. Оттуда же в 83-м году меня забрали в армию. В армию я попал в пограничные войска. Я после службы вернулся, опять же, на Лыхинскую чайную фабрику, где проработал, по-моему, до 87-го года. В 87-м году меня взяли на работу в агропромышленный отдел Совета министров. Оттуда меня перевели в Абхазский обкомком партии. Ну, в 90-м году, в 91-м году ушел по собственному желанию. Вот. И учредил филиал торгового дома Минотеп в городе Гудаута. В 92-м году, в мае, меня назначили заместителем главы администрации Гудаутского района. Проработал с мая по август месяц. Началась война. 15-го числа мы с ребятами были в Сухуми уже, куда нас направили для того, чтобы там прикрывать какие-то направления со стороны улицы Чамба. Ну, затем война. Был командиром группы. Потом, после Гагринской операции, на основе нашей группы создали пограничные войска. А меня приказом министра обороны назначили командиром батальона. Ну, а потом вдруг неожиданно меня вызвал президент Владислав Григорьевич Арзенба. Сказал о том, что, значит, есть такое решение создать службу безопасности Абхазии, которое на тот момент фактически юридически не существовало. А меня именно посоветовал глава администрации тогдашней Гудаутского района Сергей Босятович Саргуш, поскольку он был кадровым офицером, КГБ возглавлял долгое время отдел. Ну, в общем, вот на этом встреча закончилась. А потом меня вновь вызвали уже на заседание президиума Верховного Совета, где была, во-первых, учреждена служба безопасности Абхазии. Был назначен председатель Берулава, полковник Берулава Геннадий Михайлович. Ну, а я был назначен первым заместителем. А по окончании войны я был назначен руководителем службы, председателем. Ну, и проработал до 99-го года. В 99-м году, с перерывом, там, по-моему, два месяца, я был назначен секретарем Совета Безопасности. Ну, на тот момент Совет Безопасности был, но должности секретаря Совета Безопасности не было. Вот она была, значит, учреждена, и я был назначен секретарем Совета Безопасности. Я проработал два года, затем премьер-министром был назначен Хаджинба Рауль Джункович, он предложил должность первого вице-премьера. Ну, я согласился, вот, и проработал первым вице-премьером до выборов, до 2004 года, где-то два года, вот, с 2002 года. Состоялись выборы, я ушел с государственной службы, ушел в бизнес. Была учреждена компания «Ателеком», которая занималась поставкой интернета и связи. Создали, значит, переговорный пункт, но самое главное, что мы поставляли интернет государственным нашим всем органам управления. Причем у нас было свое кабельное хозяйство, мы сами прокладывали кабеля, то есть мы не пользовались государственными коммуникациями, не брали их в аренду. И аппарат президента, и кабинет министра, и парламент, и почти все министерства, они были нашими, будем говорить, значит, абонентами. Вот, затем, где-то за три года до Олимпиады, мы построили щебзавод в районе реки Бзыб. Проект был такой экологический, то есть мы выбирали материал из наносного острова, часть его перерабатывали, делали щебень. Вот, по сегодняшний день я являюсь заместителем директора этой компании.